Продолжение следует... 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 Дал так много, что мне больше не надо. Я хочу поздравить своих знакомых, родных. У меня есть подруги, у которых есть дети, есть знакомые, приятницы, как, например, Надя Смирнова, моя любимая приятница, подружка, также Александра Костарева. В общем, всех своих знакомых. Но я хочу поздравить свою сестру родную, Розу Гельфанову, а также Наташу Мурзадёрову, это моя племянница, это дочь Розы, моей сестры, у матери. Я желаю им счастья, здоровья, самое главное здоровья, потому что нет здоровья, значит ничего нет. И хочу также сказать, что у меня нет своих детей и не было. А для меня племянница это Наташа, она как родная дочь. Я ее воспитывала с первого дня рождения, а дети ее тоже для меня как мои родные дети. Мне хочется, чтобы у них было счастье, чтобы они жили дружно, никогда не ссорились, чтобы у них все было, благополучие везде и во всем. Потому что у моей племянницы муж, отличный муж, Саша Мурзадёров. Дай Бог им счастья, здоровья и удачи везде и во всем. Спасибо вам большое. Я думаю, да, они вам тоже очень благодарны за ваше тепло, за ваше внимание, за такое поздравление. Спасибо. Спасибо большое, Раиса Михайловна. Лариса до нас дозвонилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, вам предоставляем слово. Кого вы хотите поздравить? Я хочу поздравить свою мамочку, Барышникову Людмилу Григорьевну. Ждем матери. Я желаю крепкого здоровья. У нее две дочери прекрасные, две и четыре внучки. Мы ее очень сильно любим и все поздравляем. Мама отработала в роддоме длительное время акушеркой, поэтому ко дню матери имеет самое прямое отношение. Ну и вы тоже, видите, работаете в родильном доме, вы сказали. Я тоже работаю в родильном доме детским врачом. Вы, по-моему, мамы где-то вот просто вдвое, втрое, в четверо, я не знаю, в пятеро. Большое вам спасибо за звонок. И вы тоже мама, я знаю. И я поздравляю вас от имени народной программы с наступающим праздником. И идем мы дальше. Количество детских домов в России. Ну вот, благодаря тем людям, которые в первом сюжете у нас были, благодаря таким семьям, как семья Ягодкиных, дай бог им здоровья и всего самого доброго, количество детских домов в России сократилось, число их воспитанников тоже. Одновременно выросла очередь потенциальных усыновителей. Такие данные привел уполномоченный по правам ребенка 1 июня этого года в День защиты детей. За предыдущий год в России закрылся каждый десятый детский дом. Детей в этих учреждениях стало на четверть меньше. Как заявил Павел Астахов, интернаты закрываются по мере сокращения числа детей, которые в них живут. Мы стараемся аккуратно сокращать такие учреждения по мере того, как они пустеют, пояснил детский уполномоченный. Да, одновременно он обратил внимание на увеличение числа россиян, которые хотят взять свою семью ребенка из детского дома за 5 лет, по данным Астахова. Только тех, кто хотел бы установить, стало на три четверти больше. На положительную статистику повлияли в том числе школы приемных родителей, созданные 3 года назад, и службы сопровождения приемных семей. Тем не менее, в России около 100 тысяч детей сирот. Сюжет из детского дома далее в нашем выпуске. Дозванивайтесь по телефону 24 55 11 и поздравляйте родных и близких вам, женщин, с наступающим Днем Матери. Сегодня у куклы Тани день рождения. Она позвала в гости своих маленьких друзей. Илья, Дима, Владик, Ира и Ксюша помогают Тане накрывать на стол. Это необычное занятие в детском саду, и малыши после него не заберут родители. Это детский дом. Я как мама вам, да? Налью чайку, потому что вдруг чай не будет горячий. В роли самого главного для ребенка человека – воспитатель Ольга Александровна Саблина. Уже 10 лет она растит и любит чужих детей, как своих. Все, а лучше все. Ну, дети социальные сиротики, конечно, и в зал. Ласкаем, беседуем, любим, как мамочки, конечно. Всего у Ольги Александровны 10 воспитанников. Половина из них пока в школе. Два месяца назад в детдомовской семье Ольги Александровны случилось пополнение. Появилась пятилетняя Ксюша. В новом доме девочке особенно нравится изобилие игрушек и заботливый воспитатель. Это наша мама. В профессии наставника малышей Ольга Александровна больше четверти века. Сначала работала в обычном детском саду, но заметив, как тяжело маленьким сиротам без внимательного взрослого рядом сменила место работы. Под опекой Ольги Александровны, говорят коллеги, дети раскрываются. Будет доброе печенье, и ватрушки с ворогом, у Танюшки день рождения. Будут гостей сегодня в дом. Молодец, умничка. Результаты занятий Ольги Александровны с ребятами видят не только коллеги. Пять лет назад Московская комиссия оценивала уровень знаний воспитанников детских домов. Ребята Ольги Александровны были признаны самыми умными. Наградой им стал трехнедельный отдых на Черном море. У них как мастер-класс был там по КПЗ. Вот они рисуют, они сами заходили ко мне. Вот видите, вот они три пускничка, построили пирамиду. Быть в окружении детей у Ольги Александровны начертана в судьбе. Родные сын и дочь подарили ей пятерых внуков, а те, в свою очередь, уже сделали Ольгу Александровну прабабушкой. Но любви и ласки с лихвой хватает на всех. Молодец ты моя, умница. Послушная девочка у нас, да? Мечта любого детдомовского воспитателя, чтобы каждый ребенок нашел себе семью. В этом году желание Ольги Александровны исполнилось уже четыре раза. Правда, ей самой от этого одновременно и радостно, и горько. Жалко, как? Своё сердце вкладываешь, как выдумать своего ребенка? Почти своего куда отдать кому-то? Чужому? Жалко, конечно. Именно поэтому со всеми своими воспитанниками и их родителями Ольга Александровна постоянно созванивается. Уходить на пенсию она и не думает. На свете еще немало детей, которым нужны внимание и забота Ольги Александровны Саблиной. Низкий поклон всем, кто работает в детских домах, кто занимается с этими детьми. Дай Бог вам здоровья. Магнитогорская Ольга в прямом эфире. С наступающим днем матери принимаем поздравления. И Валентина Дмитриевна у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Дмитриевна. Поздравляйте. Я хочу поздравить своих свадьев, Татьяну и Елену. Мои дети-сыновья женаты на их дочерях. Я хочу пожелать им здоровья, большого счастья в воспитании внуков и в отношениях с семьей, чтобы наша дружба продолжалась очень долго. И мы тоже вам этого желаем. Валентина Дмитриевна, скажите, пожалуйста, вот вас в День матери поздравляют обычно сыновья? Да, меня сын обязательно поздравляет цветами. Не знаю, как будет. Хорошо. Надеемся, что так и будет. Спасибо вам большое за звонок. А следующий звоночек у нас от Натальи Михайловны. Наталья Михайловна, здравствуйте. 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 Слушаем вас. Я хочу поздравить свою дочь Идельчику Марию Николаевну с Днем матери, так как у нее трое детей, два сыночка и хлопочка-дочка. Здоровья хочу пожелать, успехов, ну, чтобы всего-всего, любви, чтобы дети любили, уважали. Также хочу поздравить свою сноху Миташок Анастасию. У нее тоже два сына, чтобы они были здоровы, счастливы. В общем, чтобы мамы, все мамы были здоровы, счастливы. Также и бабушки. Да. Всех благ и терпения, в общем, все. Спасибо вам большое за звонок. Вы счастливый человек, я так понимаю. Спасибо. Идем дальше. Идем дальше. И сейчас расскажем, как отмечают День матери в разных странах. В Соединенных Штатах Америки во второе воскресенье мая всем сыновьям, независимо от их отношения с родителями, надлежит навестить маму, предподнести ей символический подарок и побыть с ней какое-то время. Австралийский День матери совпадает с американским и празднуется очень похоже. На взрослые дарят серьезные подарки. Малыши – цветы открытки. Как и в США, в Австралии приезжалась традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Цветная гвоздика означает, что мать человека жива-здорова, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях. Помимо собственных мам, дети благодарят и поздравляют бабушек, а также всех женщин, которые воспитали их и заботились немейшей любовью. Еще одна отличная традиция праздника – дети готовят своим мамам завтрак и приносят прямо в постель вместе с цветами и подарками. Да, это мечта просто, наверное. Далее у нас короткая реклама, после которой продолжим с вами общение. Я напоминаю, мы ждем от вас звонков. С поздравлениями, с наступающим Днем матери звоните. Магнитогорская времечка в прямом эфире. Сегодня спрашиваем у вас, кого вы поздравляете с Днем матери. И до нас дозвонилась Нина Ивановна. Нина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Кого же вы поздравляете? Я поздравляю сестру Татьяну Ивановну Цикой, снохой Кавенко Валерьевну Олеговну, у кого двое детей, мои внучки. И всех остальных, кто меня знает. Здоровья, счастья, им радости, многое счастья. Вот вы мне сказали, у вас есть дети, сын. Расскажите, как вот он поздравил вас? Что вообще для вас… Или поздравит еще, дарит. Или поздравит. Как обычно поздравляет. Что дарит? Ну, сын младший со мной живет, он поздравил меня. Поцеловал меня всю. Надеемся, еще не раз это произойдет, потому что у нас только День матери будет воскресенье. Будет много поцелуев и поздравлений. И цветы, надеемся, тоже будут для вас. Мы вас тоже поздравляем. И у нас на связи Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, здравствуйте. Ну, давайте, кого будем поздравлять. Всех матерей города Маитогорска, всей России, русских женщин особенно. Рожайте, будьте любимы, будьте счастливы. А детям хочу пожелать, чтобы дети берегли своих матерей. Это святое. Нам нужно беречь, белеять, помогать старости. Не забывайте об этом. Михаил, скажите, пожалуйста, вот вы сказали особенно, конечно, о русских, российских матерей. Ну, не только, наверное, потому что мы живем с вами в России. Может быть, вот вы как-то отмечаете для себя какие-то особенные качества у русской женщины, русской матери? Дело в том, что у меня мама белорусская, отец берег. Ну, и мне хотелось бы, конечно, чтобы больше рожалось русских. Потому что сейчас в данной ситуации именно русский держит Российской Федерации. К сожалению, рождаемость не упала. Это очень важно. Это очень важно. Мы с вами абсолютно согласны. Спасибо вам большое за звонок. Продолжаем знакомить вас с традициями празднования Дня Батери в разных странах. В Канаде, например, в этот день, как и у нас, 8 марта. Дарят мамам подарки, делают им всякие приятные сюрпризы. И даже освобождают от обязанности мыть посуду. Что тут странного? Надо почаще это делать. Обычно все члены семьи встают в этот день с позаранку. И пока мама спит, готовят для нее все вместе самые любимые ее кушания. А когда она проснется, подают ей завтрак прямо в постель. В общем, ведут себя с ней весь день, как с королевой. Всячески ублажая и развлекая ее. Единственное, что позволяется ей делать, это открывать входную дверь. Когда послышится звонок рассыльного, доставившего заранее заказанный для нее подарок или роскошный праздничный букет. Всем здоровья, чтобы детишки не болели. Всем женщинам, всем матерям здоровья, успехов. Чтобы дети, которые родились, уважали своих родителей. Желаю всем матерям здоровья, всего хорошего. Чтобы у них были послушные дети и чтобы были верные мужья. Всем мамочкам благополучие, чтобы детки были здоровы, чтобы не болели. Чтобы учились хорошо дети наши. Ну а матерям особенно большое спасибо, потому что мы нас родили, воспитали. Ну здоровья всем матерям, счастья, добра. Я своей мамке желаю, чтобы она была жива, здорова, счастья и всего самого-самого наилучшего. Привет, мамка, привет! Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех матерей с праздником, пожелать им всем здоровья, личного и чтобы дети, как говорится, не огорчали. Радости матери, счастья и чтобы всегда дети заботились о матери и забывали. Дай Бог здоровья, самое главное, всем всем. И матерям, и детям нашим, и внукам нашим. И чтобы только не было войны, самое главное. Хочу поздравить всех матерей и бабушек, ну и всех женщин в нем матери, чтобы всегда остались такими же красивыми, счастья и любви вам. Хотел бы поздравить всех матерей с тем, чтобы у них были хорошие дети, правильно воспитывали их, потому что дети в дальнейшем окажут влияние на родителей, будут помогать. И вообще всех поздравляем. Всем женщинам хочу пожелать хороших мужей, здоровых детей и всего самого-самого лучшего. И спасибо, что они есть. Магнитогорское времечко, можно сказать, семейное времечко, продолжает свою работу в прямом эфире. Поздравляем сегодня с наступающим днем матери, всех, кого любим. До нас дозвонилась Юлия. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, поздравляйте. Хочу поздравить свою любимую мамочку, мне ли, Татьяну Александровну, с прекрасным днем. Поблагодарить ее, что она подарила мне жизнь. Если бы ее не было, не было бы меня, моей дочки. Конечно. И еще у меня сетерка Полина тоже поздравлять, мы ее очень сильно любим. Любим, любим, любим. Хорошо. У вас дочь, вы сказали, дочь у вас Варварушка, ее зовут, три года. Она вам приготовила какой-то подарок, ведь уже все, она показала, пришла из детского сада. Что она вам приготовила? Очень красивую розочку. Замечательно. Вы рады, что дочь ваша... Очень рады. Мне прям эмоции переполняют. Хорошо. Спасибо вам большое за звонок, Юля. У нас на связи Ирина Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы празднуете этот день? Кого поздравить хотите? Я хочу поздравить свою маму, Кокареву Валентину Васильевну, своих теток любимых, Никольчеву Елену Васильевну и Федорову Надежду Васильевну. Днем матери. Днем матери. Сестренок двоюродных, родную сестренку Архипову Наталью Владимировну. Пожелать, вот я им хочу стишок. Днем матери. Днем матери. Хотим вам пожелать от счастья теплоты лишь засиять, пусть нежностью наполнятся все дни, пусть радостью горят глаза одни. Ну еще раз сноху свою Ишину Светлану тоже присоединяется. Она тоже мама троих детей. Спасибо. И вас мы тоже поздравляем. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо всем, кто дозвонился к нам в прямой эфир. Благодарим вас всех за внимание. Напоминаю, что звонить в редакцию народной программы вы можете в любое времечко по телефону 31 28 26. Уже сейчас он работает в режиме автоответчика. Оставляя сообщения, не забывайте назвать себя и свой номер телефона. И напоследок еще одно объявление. В понедельник в 18.30 наша телекомпания будет транслировать из ледовой арены хоккейный матч с участием нашей прославленной дружины «Металлург». А времечко выйдет перед трансляцией в 17.55. Не пропустите. Всем мамам, всем женщинам поздравления наши, низкий поклон с праздником. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин